Я иногда смотрю на лица, и кто-то радостный, кто-то веселый, кто-то хмурый, кто-то такой загруженный чувствуется. Я думаю, что давайте расслабимся. Просто Божья любовь, она настолько покрывает, я знаю, насколько Он любит всех вас. Меня, конечно. Научитесь принимать эту любовь. Ведь мы не случайно здесь. Аминь. Я хочу поделиться тем, чем я в последнее время переживал. И сегодня Женя очень сказал такие вещи, чтобы как бы задали вопрос, что я ищу. И в какой-то степени на каких-то уровнях мы с ним совпали тем, о том, что я хочу говорить. И тот дух за духовный эгоизм, который и в моей жизни проистекает очень часто. Я думаю, не только у меня. Но я хочу, прежде всего, чтобы начать говорить слово, я хочу за небольшое свидетельство рассказать. Мы с Леоном 5 марта, вот во вторник, были на пастырской в Кармиеле. И, вы знаете, очень сильное было такое присутствие. Присутствие единства. И вот, и смотришь на всех пастыров, вроде бы они все разные. И вроде общины все разные. И у всех какое-то свое движение вроде бы. Но в единстве мы все равно делаем какую-то общую работу во славу Господа. И там были такие интересные свидетельства, что вот разговаривали, один пастор говорил о своем сыне и о том, что он тоже служит в армии. И, конечно, он не все может рассказать, потому что... И не нужно рассказывать, чтобы люди так переживали, что вообще на самом деле там происходит. но что интересно, что когда они приходят, ну, там уже отдыхать после какой-то операции, может быть, в палатках, или там в каком-то домике, и вот он говорит, что он... что сын его рассказывал, что интересно, что начинает говорить о Боге. И даже те, которые когда-то не верили, они вдруг начинают верить и молиться, и читать какие-то молитвы. и что интересно еще было, что у них есть какая-то надежда и уверенность, что Бог с ними. И я смотрю, что на самом деле сейчас тоже многие приходят к вере, и не только солдаты, и среди израильтян, которые раньше не верили, вдруг начали вопиять и просить за своих детей, за своих внуков. Это нормально. Но есть такие, которые еще больше озлобились. И так Писание говорит, что одна треть спасется, что будет часть, которая будет еще... Чем тьма будет сгущаться, тем больше будет... Чем больше давления будет, тем больше будет уходить в сторону. И это, конечно, страшно, хотя Господь хочет, чтобы все спаслись. И там пастор Ирина Скормили, она засвидетельствовала, они делают разные программы благотворительные. И вот они решили сделать благотворительную программу, подарков набрали там, и решили пригласить арабов. И кому-то там сказали, вы знаете, этот брат привел 60 человек арабов к ним. И они устроили там благотворительный концерт, подарки. И хотя, представьте себе, они не знают иврита, что было удивительно. И пришли в черном. Они думали, что мы тоже в трауре. Но они видели, что мы прославляем Бога. И там было сказано о том, что мы братья, что от одного человека, от одной крови Бог создал нас и сотворил, что мы братья. Их это шарашило, конечно. Там буклеты были все на арабском языке. Но что-то Бог делает. Хотя некоторые говорят, что вот арабов всех надо уничтожать, не надо их жалеть. Но я думаю, что Господь хочет, чтобы все были спасены. И в этом как бы и наша заслуга, чтобы мы что-то делали для того, чтобы и в молитвах, и участвовали в теле Мессии, чтобы что-то каждый мог делать. Ну, я хотел бы поделиться чем-то. Вот моя проповедь такая необычная. Побеждая слабости и избегать ловушки врага, то есть ловушки мира. Это я буду говорить немножко о себе свидетельств, потому что я больше стараюсь, то, что я прошел, чтобы передать то, что во мне происходило, чтобы люди тоже почувствовали, потому что я уверен, что не я только такой. Но прежде всего я хочу прочитать 2 Петра 3 главу с 3 стиха. Если у кого-то есть Библии, пожалуйста, откройте. Будем читать вместе. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Мы видим, что и в те времена ожидали, что Машех придет. Сегодня мы ожидаем, что придет. И думающие так не знают, что в начале, словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, обращение к нам, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячу лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас. Представляете, насколько Бог долго терпит? Еще вроде бы слово говорит, что Он сократил дни, чтобы мы спаслись, чтобы все люди спаслись. Он говорит, если бы я не сократил, вообще бы никто не спасся, даже среди верующих. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Интересно вот эти слова покаяния, я как-то вот слышал проповедь, я не помню, кого, по-моему, Дерек Принц говорил, что почему он описан, чтобы все пришли к покаянию. Он имеет в виду, мы верующие, что Он ожидает все-таки тогда, когда мы все придем вот к той чистоте, святой, на том уровне человеческом, насколько нам возможно, каждому. Я не говорю, что все должны быть, я не знаю, но мы освящены. И Он говорит, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшие разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, то есть нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихи растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего, подчиньтесь, подчиньтесь, то есть я посмотрел в гугле, это старание, усердие, но мне пришло, приложите усердие, как бы, подчиньтесь, явиться перед Ним, неоскверненным и непорочным в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. То есть это долготерпение для того, чтобы мы спаслись до конца. Итак, вы, возлюбленные, будучи предваренным о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте благодати и познания Господа нашего и Спасителя, Ишоа Мессия, Ему слава и ныне, в день вечный. Аминь. То есть это обращение Павла к нам, к нам избранным. Мы считаем, что мы избраны, правда? Если мы сегодня здесь, мы избраны. Я избран, ты избран. Для чего? Для того, чтобы быть его детем и исполнить его волю на этой земле. Вот. И я смотрю, многие верующие сегодня слышу, что думают, что вот он скоро придет. Ну, всегда это говорилось. Вот. И что уже начало, конца вроде бы. Ну, честно говоря, не могу сказать, потому что никто об этом не знает. Потому что Писание говорит, что придет же день, как тать, как неожиданно. И как важно нам быть готовым к этому всегда, в каждодневной жизни. И в то же время Ишоа говорит в Матфеи 24, главе 36 стихе. «Одни же том, и счастья никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. И так бодруствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш придет». О чем я сказал, чтобы быть готовым к каждодневной жизни. Потому что мы не знаем, сколько кому суждено, кому сколько дано, но каждый день мы должны быть готовы к встрече с Ним. И Евреям 12, 12. «Так укрепите опустевшие руки ваши и ослабевшие колени». Вот. И я почему так сказал в начале, что у некоторых лица поникшие такие. И я молю, чтобы ваши руки опустевшие укрепились. Ну вот и хочу поделиться, что происходило со мной раньше и происходит периодически в моей жизни. моя борьба со своими слабостями, которые есть у меня. Я думаю, что у нас у всех есть какие-то слабости. И в последнее время я стал почему-то присматриваться к тому, что я стал чувствовать, что я слабеет не только так с здоровьем физическим, но и духовно. И стал размышлять об этом, что почему у меня память вдруг стала слабой. Почему раньше, если я запоминал какие-то стихи, сегодня не могу забыть, даже забыл те, которые знал стихи. Все жалуются, вот у меня память плохая тоже. И какая-то апатия пришла. Я думаю, что может быть, это и часть депрессии, не знаю, может быть. Потому что смотря на то, что происходит, и стал больше уделять время новостям. И сегодня у нас был разговор о новостях. Некоторые, ну кто-то решил, что вообще взял, удалил все каналы, каналы, которые у него в телефоне, с новостями, чтобы вообще не грузить, потому что там нет настоящей правды. Там только какие-то отголоски и все. Особенно в это военное время я чувствовал, что я засуетился, что у меня какие-то, ну как бы ослабел так, что стал больше рассуждать о чем? О политике, о наших премьер-министрах, о министрах, об армии, о руководителях армии, цахаль, что там происходит, почему произошло 7 октября, и начинаешь кого-то осуждать, кого-то... Ну, короче говоря, выходят даже порой нехорошие слова. И я понял, что есть проблема у меня, что мне еще нужно меняться, во многом бороться. А вечерами интересно, что стал, знаете, чем успокаиваться. И я потом уже каялся за это. Сериалами, просто сериалами. Думаю, вот сядем и смотрим пока... Как будто отвлечься от этого мира, от того, что происходит с нами. Я не против сериалов. Я не против того, чтобы мы смотрели фильмы. Вот мы очень часто... Мы любим, когда Хая приезжает, мы отдыхаем. Мы что-то можем посмотреть нормальное, нормальное такое, то, чтобы назидало, то, чтобы нас чему-то научило. Ну, по крайней мере, это нормально, когда мы с семьей отдыхаем, куда-то едем на природу, шашлык, мошлык там, все это нормально. И это... Бог хочет, чтобы мы жили. Радовали жизни с Ним. Но в каждой жизни, части жизни, чтобы мы были с Ним. Не без Него. Ни по-мирски, ни по-человечески. Как бы... Ну, как бы так. Потому что я знаю, что мы очень часто попадаем в ловушку. И вот я почувствовал, что ко мне пришло вот это ослабление какое-то, и духовное, и физическое. И помните, как сказал Шлома Соломон, суета, сует, все суета, сует, и томление духа. И вроде бы стараюсь служить, вроде бы стараюсь что-то делать. И для общины, и для людей. И пожертвенные приносу, и не покидаю, как говорится, собрание своего. Но все равно какое-то ощущение, что как будто я начинаю двигаться не в духе, а просто вот как ортодоксальный, знаете, делами своими доказать что-то Богу. Ну, вот же я что-то делаю. Помните, как тот фарисей, который говорит, вот я и пощусь, и то, а вот этот вот такой-сякой. И как бы я почувствовал, я почувствовал, что я вот какой-то пришла какая-то гордыня, что я лучше кого-то. Но в то же время интересно, что когда я ощущал какие-то вещи в адрес меня, что вот там недомолился, там еще что-то, что вот ты такой духовный, я понимал, что это не Дух Святой говорит, что кто-то на меня наговорит, потому что Дух Святой на самом деле не судит никогда, если вы знаете. я понимаю, от кого это идет. И все равно, как бы, читая Писание, потом я стал молиться, просить прощения у Господа. Отчего? Потому что мне пришло, когда я почувствовал, что это дискомфорт внутри, я стал молиться. И мне пришло слово «Не ослабевай». Почему я и назвал эту проповедь, чтобы нам не ослабевать, побеждая слабости. И вот как бы пришло это слово «Не ослабевай», я потом нашел это в Ревненах 12-11. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». То есть я понял, что это служение не силой воли. Вы знаете, на самом деле у людей есть сила воли, у некоторых. И я раньше обладал настолько силой воли, что мне друзья все вокруг завидовали. Как ты вот сказал и сделал. Допустим, решили в Новый год все один говорит, я не буду курить там до 1 мая, до Дня Победы или еще что-нибудь. Смотришь, через два дня раз закурил. А я говорю, да я до следующего Нового года не буду. Говорю, да ты что? Я говорю, серьезно. И видишь, что я на самом деле до Нового года я мог запросто это сделать. Если я что-то обещал, все удивляются, как ты можешь так держать? Я говорю, потому что я гордился этим, что я сильнее. Я как бы белая ворона среди них. Что я как бы во всем как бы превосходствую. И даже служа, допустим, с детства я занимался спортом. И очень был успешный в разных видах спорта, фитовании, по лыжам, по бегу. И когда уже был в армии, я был один из лучших, который больше всех отжимался, больше всех подтягивался и даже делал солнышко на перекладине. Отчего? От того, что я когда-то тренировался. И как нам важно даже... Я начал понимать, что мне нужно начать снова тренироваться, только уже качать не физические мышцы, хотя это тоже нужно, вот как мы иногда занимаемся спортом, что духовные мышцы необходимо мне подкачать. Конечно, я покаялся перед Богом, перед всякими видами гордыни, всего-сего, и говорю, Господь, помоги мне. Я не хочу двигаться по плоти, какой-то силой воли, какой-то религиозностью, а я хочу быть вадимым твоим духом. Хотя, вроде бы, со стороны кажется, что все духовно. И, знаете, я понимаю, что мы не можем заглянуть внутрь себя. Никто не может заглянуть. Господь только может. Но я почувствую, как Бог, Дух Святой начинает помогать мне в разных вопросах внутреннего состояния, которое проявляется и внешне. И я почувствовал, что пора. Я говорю, Господь, помоги мне. Я стал принимать решения, говорю, в тех или иных случаях, потому что я почувствовал, как это дома было, в отношениях всей семьи. Я почувствовал, в каких-то моментах у меня были контроли. В каких-то моментах я мог раздражать и детей, и жену. И я попросил Господь, чтобы Он помог мне в этих вещах. И вы знаете, я почему говорю об этом, потому что я знаю, что как написано, как Господь сказал, когда же придет Дух истины, Он наставит вас на всякую истину. Я думаю, что не только у меня есть падения, взлеты, как бы так. Я думаю, что у многих такое бывает. И то, что в последнее время были проповеди, и Влад, и Леон, и другие говорили о тренировках разума, упражнениях в благочестии, которые мы читали. Вот даже сейчас прочитаю 1 Тимофея 4,7. «Негодно же и бабьих басен отвращайся, упраздняйся в благочестии». Только благочестие мы знаем, что такое уважение, страх перед Господом, богобоязненность, преданность к Богу. «Ибо телесные упражнения малополезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». И смотри, что телесные упражнения малополезны. И когда я покаялся, мне вдруг такие более духовные люди, так сказать, они сказали, «Всю ты, главное духовное, не обязательно тебе спортом заниматься, физкультурой, Господь все приложит. Не нужно этого. Главное, чтобы ты духовно возрастал». И я смотрел на это все, думаю, «Как это так? А как же телесное?» И я, вы знаете, я поверил им, я прекратил заниматься спортом. Впоследствии начались физические проблемы. И я начал понимать, что, слушай, должен какой-то баланс быть, тут же не написано, что телесное упражнение не полезно. Оно мало полезно. Больше, конечно, духовно, но этого тоже нельзя оставлять, как у некоторых из нас происходит это. И смотря на то, что мы, смотрю иногда люди, вот такие качки, как у нас вот был, Генри, такие биццы, он не может быть, ходить без того, чтобы в спортзал не ходить, качать мышцы. Красивое тело, все пресс, все это самое. Да, красиво. Но пришло такое, как человек качает физические мышцы, Бог как бы меня подтолкнул, начать качать, что мы должны качать духовные мышцы. Я вам сейчас скажу, какие духовные мышцы пришли ко мне. Вот. И я понимаю, что мы должны показать не только телесную, не говоря там, телесную красоту, а именно духовную красоту, духовные мышцы, духовную силу, которая не всегда проявляется у нас. Я не знаю, понятно ли я вам говорю, но как могу. И в чем эта духовная красота, эти духовные мышцы? Когда мы читаем слово, когда мы разбираем слово, когда мы учимся молиться, когда мы научимся слышать голос Божий, и происходит какой-то рост плодов, плод духа. Кто помнит, какой плод духа у нас есть? Не всегда нужно научиться, вот как написано, плод духа, любить, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот. Я думаю, что если можно дома сесть, разобраться по каждому этому пункту, что мы... Но все равно, смотря на это, я понимал, что я недостаточно могу любить. У меня даже к некоторым происходит и ненависть. Вот особенно эти дни было правительству о всем то, что происходит. А Господь говорит, молитесь, благословляйте и даже любите врагов. И радость внутри пропала. А радоваться чему мы можем? Даже независимо от того, что какие-то катаклизмы вокруг. Радоваться тому, что Господь дал нам жизнь, Он избрал тебя. И это другое радость, чтобы мир пришел внутри. Шалом, потому что Господь еще во слово говорит, я есть ваш мир, я есть ваш шаббат. Тогда даже говорили, как в церкви, все, не нужно тебе, как еврею, шаббат исполнять. И шо у нас шаббат? И все. Ну, и, короче, получается, ты все, что хочешь, делаешь в нем, и ты свободен. Но свобода должна быть правильная, чистая свобода. И поэтому, когда вот так смотришь на эти плоды, думаю, насколько терпелив Илья, а Писание говорит, долготерпение. Добрый я, благость, милосерден ли я, плод веры, конечно, если и дар веры, и плод веры, это разные вещи. Вот. Кроткий, осмиренный, воздержанный ли я, или я при каких-то случаях взрываюсь. Это тоже говорит о моей внутренней проблеме, над чем нужно работать. И я понимаю, что нужно работать. Я стараюсь сегодня работать над собой. Что интересно, когда я стал изучать о мышцах, прочитал такую вещь, что мышцы сердца постоянно работают, она никогда не останавливается. Там что-то 0, 0, 3, 3, чего-то, на какую-то долю сердце останавливается, и опять начинается работать. Но, в принципе, и мышцы сердца работают постоянно. И кому-то на 100 лет хватает, а кому-то и 20 лет не хватает. И это только Бог может объяснить. Но факт то, что Писание говорит, больше всего храни, мол, храни сердце свое. Потому что из него источник не жизни. И когда я стал разбираться с своим сердцем, я увидел, что у меня в каких-то частях сердца еще нет того, чтобы я, может быть, полностью впустил Иешуа в свою жизнь. В каких-то областях у меня есть какие-то тайны, которые даже, может быть, никто не знает, только Господь. Но вдруг приходят слова, которые иногда говорят, выносите на свет, тогда кровь Иешуа будет очищать от всякого греха. И я понимаю, что я должен быть честной с семьей своей, честной быть со своей женой. Открытость должна быть. Не должно быть никаких разделений. Она так, я так. Я принимаю ее такой, какая она есть, с ее характером, подстраивая какие-то вещи, чтобы не огорчать и не обидеть, потому что она научена по своей жизни так, я научен так. Но Господь свел нас, чтобы мы пришли к единству, стали одной плотью. И взять нас вместе взятых, кто мы? Мы община, тело Мессии. И каждый из нас какая-то мышца, какой-то орган, который должен функционировать нормально, работать нормально. Но бывают моменты, что в некоторых общинах даже смотришь, пастор только служит, и там еще кто-то. Прославление, но немножко. И остальное все такое мертвое. А Бог хочет, чтобы все тело работает, чтобы каждый член общины что-то делал. Может быть, он на работе прекрасно исполняет свою работу. Он прекрасно моет полы там, где-то. Метапелит. Это тоже часть. И в то же время здесь мы тоже что-то должны вместе, совместно делать. Я знаю, что у нас очень классная община. Слов нет. И сердца открыты, у многих. Но я смотрю на то, что иногда не всегда мы распинаем свою плоть. Не всегда работаем над теми плодами, которые исходят от... Которые Господь говорит, чтобы мы трудились и работали и упражнялись в этом. Вот. И я хочу открыть Галатом 5, 24. Чтобы мы не ослабевали, чтобы мы тренировались побеждать плоть нашу, как говорится, переходя из веры веры и славы славу. Галатом 5, 24. И мы те, которые в Мессии распяли плоть свою страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу поступать должны. Я сегодня стал, ну, как бы стал чувствовать, что когда я начинаю работать со собой, тренировать, распинать свою плоть, жить по духу, приходит не только отношения правильные с Богом, а смотрю, и исцеление приходит в тело мое. Чем ближе к нему, тем больше исцеления. Чем я правильнее живу в балансе с миром, как бы, то я вижу, что Дух Божий начинает работать и двигать меня так, как Он хочет. Это надо почувствовать. Я уже говорил, что иногда я слушал осуждение свой, адрес, чувство вины, но на самом деле Господь Дух Святой меня воодушевил и вдохновил о том, что Он никогда никого не осуждает. И то, что Иешуа уже мы читаем в 53-й главе, помните, где написано, что Он забрал наши грехи и вину. Как-то Левон говорил об этом, Хет и Авон, что Он забрал все на себя. У нас нет вины, но есть, когда кто-то говорит нам. Иногда я слышал эти вещи, но, конечно, я точно знаю, что это не Дух Святой. И вот, что Иешуа сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить Иоанна 10-10 и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. И я вновь хочу сказать как бы слава ободрения, что мы избраны. Ты избран, я избран. И мы не случайность. И Господь обещал, что ни один из его овец не потеряется. Он до конца будет с нами. Вот. И насколько я знаю, что Дух Святой, Дух Божий, Он и адвокат, и я сегодня понимаю, что Он и помощник, и наставник, и даже тренер, который тренирует нас, чтобы мы могли духовно расти, качать эти духовные мышцы, чтобы побеждать. Потому что если мы не тренируемся, мы не сможем победить. Я знаю, что Господь хочет, чтобы мы были в правильном положении перед Ним. Иногда некоторые говорят, вот как мне сказали в церкви, все уже, ничего не надо, не занимаемся спортом. А я как-то кому-то сказал, так что, тогда и кушать не надо, и спать не надо, и другие вещи не надо, будем только духовно заниматься, зачем? Тогда все это нужно. Но Господь говорит и это, и это, и это нужно. Если мы не отдыхаем, откуда у нас будут силы? Поэтому дает нам ночь для сна. И я хочу напоследок как бы воодушевление сказать слова из Писания. Римлянам 8.1 Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Ешово-Мессии живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни в Ешово-Мессии освободил меня от закона греха и смерти. И 1 Коринфянам 57-58 Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Ешово-Мессии. Представьте, победа есть, нам остается только побеждать, Он дал нам победу, и мы можем с этим справиться. И я не сомневаюсь, что не только я, и вы можете с этим справляться. И братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебыми, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Аминь. Я думаю, что если вы внимательно прочитайте еще 12-ю главу Римнина, полностью еще главу, там как раз говорится об этих и так, и так предоставьте тела вашу жертву живую и благоугодную для разумного служения. Я думаю, движение с рухой какого-то святым духом, оно особенно помогает нам двигаться, подниматься, потому что Он помощник. И Он дан нам, потому что это Дух Ешуа, Дух Отца. И я благословляю вас, чтобы не ослабевайте, не ослабевайте время непростое. Даже если что-то происходит, нас пугает войной, и это возможно будет, но все равно мы должны стоять в проломе за эту землю, за эту страну, за друг друга, поддерживая, вдохновляя друг друга, что все равно прорвемся, все равно победа с Господом. И даже если случится, что смерть даже не страшна, потому что я знаю, куда я иду. И это должно успокаивать. Но я знаю, что Господь нас доведет до конца. Главное, чтобы не терять отношение к Ним, искать лица Его и быть ближе и ближе и ближе. Спасибо тебе, Иисус, за твою благодать, которая излита твоей кровью, Господь. И что у нас нет никакого осуждения, и что ты даровал нам победу. Спасибо тебе, Господь. Помоги нам побеждать дальше и укращать свою плоть от греховных вещей и двигаться и качать духовные мышцы, Господь, чтобы быть сильными в духе во имя Ищего. Амин. Пожалуйста, я сейчас благословлю и не торопитесь уходить, потому что тут и Миша кое-что хочет сказать. Там есть кое-какие вещи, которые надо будет передать нашим семьям. и давайте мы встанем. Сейчас, сейчас. Иварихиха Дунай Вейшмириха Вейшмириха Шалом. Шалом.